Аким области Марад Ахмеджана в рамках рабочей поездки в Аршалынский район ознакомился с деятельностью социально значимых объектов. Встретился с активом района и поставил перед руководителями различных сфер конкретные задачи. Состояние Дома культуры в Аршалынском районе неудовлетворительное, поэтому возводят новое учреждение на 300 мест. Двухэтажное здание планируется ввести в эксплуатацию в декабре. Сдача объекта благотворно скажется на культурной жизни села. Жители района намерены проводить различные мероприятия. Будет функционировать зрительный зал, кабинеты кружков и танцев. Глава региона Марат Ахмеджанов ознакомился с ходом строительства. Он поручил подрядчику качественно и своевременно завершить работы. В населённом пункте особое внимание уделяется и здравоохранению. Так, в этом году проведён капитальный ремонт районной больницы на 200 пациентов. На это было потрачено 250 миллионов тенге. В целях борьбы с дефицитом кадров Акимат района выплачивает дополнительное пособие медицинским работникам и предоставляет арендное жильё. Так, в регион было привлечено семь врачей. Стоит отметить, что достаточно высока изношенность медицинского оборудования. Марк Мурашевич, ещё просьба. Мы там сейчас в хоздуар дойдёт ремонт. Хотелось бы туда новое оборудование. Всё устаревшее, 30 с лишним лет. Всё вам даст. Пожалуйста. А там что за оборудование? Эти плиты для приготовления пищи. То есть, кофе там у нас... Это пищеволок. Да, пищеволок. Старый, устаревший, будет более 30 лет. Акимобластимарат Ахмеджанов встретился с выпускниками школы, выразил им свои тёплые пожелания. Президент очень большой вниманием делит от старшему поколению. Опора нашего государства – это вы. Всегда говорят, что у нас очень богатая страна, богатая природными ресурсами, вся таблица Менделеева. Но самое главное богатство – это люди, образованные люди, высококультурные, высокоинтеллектуальные. Только этим мы можем на сегодня составить конкуренцию другим странам. Только человечностью, культурой глава государства поставил уже большую задачу идеологии. Справедливый Казахстан и порядочный человек. Вот эти два понятия, они не разделимы. То есть справедливость мы ждём только от порядочного, высокообразованного человека. Поэтому вам ещё раз хочу пожелать успехов. Вот такого завтра. Большая жизненная дорога перед вами открыта. Также глава региона посетил производственный кооператив «Ижевск». Это учреждение полностью обеспечивает столицу яйцами. Предприятие производит 750 тысяч штук яиц в сутки. С момента запуска производственного кооператива рабочие места предоставлены более 500 жителям района. Эта машина, чем она хороша, она очень надёжная. Она у нас работает в четыре группы, в двух поломах. Мы их приобрели голландцев. Две машины. Одна на тридцем цепи. Точно такая одна. Одна здесь, в Голландском районе. Это голландская. После встречи с активом Аршалынского района Марат Ахмеджанов провёл приём граждан по личным вопросам. Глава региона поручил ответственным специалистам различных сфер своевременно завершить реализуемые проекты. Напомнил, что особое внимание должно уделяться качеству.